Неоправданная жестокость или вынужденная мера. В Арзамасском районе в страшных мучениях собаки гибли прямо на глазах у детей. Причем, по словам местных жителей, яд им дал сам глава местной поселковой администрации. Умирали собаки на детской площадке. Она стала хаотично бегать, врезать, то есть в эти заграждения, в качели железные. Вот, потом она, значит, вот здесь вот падает, и у нее, то есть пошла пена изо рта. К нам подошла другая собака, черная с белым, и она резко падает, и у нее, то есть, начинается то же самое. Пена изо рта, судороги, страшные звуки. Забежала в подъезд, на каком-то этаже умерла. Забилась вот в облако под этой доской вот, и очень сильно кричала. В итоге, в самом конце она пришла, вот легла, вот как вот последняя лестница, и вот здесь вот легла. И вот начала она здесь биться, 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 то есть лапами, и челюсть выворачивается вся. В кормилах видели, есть свидетели, что видел, как кормил их Александр Николаевич, глава местной, местной выездовской администрации. Все были еще удивлены, что глава администрации кормят собак. То есть, а потом где-то минут через 50-40, то есть все это началось. Ну, здесь вот тоже непорядок, они бегали, конечно. Маленькие дети лезут к собаке, может тоже укусить. Это меня укусила собака, вот, маленькая черная. Да, это проблема, бродячие животные, это катастрофа. Их надо ликвидировать, но не таким же способом. Очень-очень жестокое это, как бы, живодерство. Да, они таких мук страшных умирали, что даже вот очень страшно. Здравствуйте, здравствуйте. Александр Павлович, телевидение приехало. Да, мы по поводу строения собак. Александр Николаевич, скажите, пожалуйста, почему вы собаку травили на глазах у детей? Александр Николаевич, вы с вами обещали пообщаться. Вы нас зачем обманываете? Прокомментируйте, пожалуйста, почему таким негуманным способом были убиты собаки. Где собаки? Вы видели собаку? Свидетель есть. Я не могу, вы видели собаку? Свидетель есть. Вы собаку видели? Покажите мне собаку. Почему собаки были не... Я вам еще раз говорю. Почему собаку вы не усыпили, они отдали в приют? Я вам еще раз говорю. Вы собаку, покажите мне собаку, которые вы... Покажите, пожалуйста, собаку. Все, поехали. Я не могу сказать, что он плохой человек, он очень хороший руководитель. Но этот поступок, это все-таки преступление. То, что подобное умерщвление собак является преступлением, подтвердил и руководитель Нижегородской организации зоозащита. Именно они занимаются отловом и обследованием бродячих животных. Это в чистом виде уголовщина, без каких-либо вариантов. Жестокие действия с животными. Статья 245 Уголовного кодекса. Поскольку это при детях и вообще при Белом свете, совершенные с особым цинизмом, прямо по тексту статьи. Притягиваются к тягчающим обстоятельствам, за которые уже грозит не штраф, а уже реальный срок. Безнадзорные животные подлежат отлову, стерилизации, вакцинации. И неагрессивные собаки выпускаются потом назад. Ничего агрессивные остаются в приюте. Более того, в Газамасском районе работает сейчас, закон-то выполняется. И не было ничто дать просто заявку на отлов этих собак, их бы зоозащита отловила. Агрессивных оставила у себя, неагрессивных выпустила назад. Все. Кстати, проверку всего произошедшего ведут правоохранительные органы. Ну а нижегородские зоозащитники в том случае, если причастность главы местной администрации подтвердится, намерены выносить все случившееся на обсуждение депутатов законодательного собрания Нижегородской области. Продолжение следует...